Вот такая вот яма. На Затинный дом 3. Не ограждение, не освещение. Падайте люди, как хотите. В неосвещенную яму на улице Затинной провалилась девушка. Народ свиньцы пострадавшей сообщили, что та получила травмы. В отделении полиции их уверили, что расследовать случай никто не будет. А в травмпункте даже не назначили рентген. Посоветовали помазать зеленкой и приложить лед, рассказывает она. По небольшому фрагменту видео понятно, что яма не была огорожена. Яму оградили только на следующие сутки после падения девочки, говорят местные жители. А до этого здесь не то, что оградительных лент, даже доски не было. Местные жители рассказали, что яма появилась около пяти дней назад. Дело в том, что осенью у нас был капремонт фасада. И мы так порадовались, у нас была новая отмостка. А вот теперь все опять раскопали и опять грязь. Дело в том, что они будут делать капитальный ремонт этого горячего водоснабжения. И с той стороны они не могут влезть в подвалы. И они вынуждены здесь разорвать, но надо было как-то оградить, догадаться, хотя бы досками забить. Ограждения, говорят, на ней не было. И, возможно, не появилось бы без этого случая. Нет, вчера я шла вообще не была огорожена. Я почему сейчас уже обходила? Не было. Не было вчера точно не было. Страшно, конечно. К тому же, если не огороженное место, дети бегут. Издалека можно не всегда оценить, что там яма или просто насыпь какая-то земляная. Глубоко там, не глубоко. Освещение около ямы также никакого. Нет, фонари там установлены. Вот только в зарослях деревьев. И днем они тоже светят. Неизвестно, освещают ли они что-то вечером. Директор по организации проведения работ фонда капитального ремонта Виктория Сорокина рассказала свою версию произошедшего. По ее словам, девушка шла по земляной насыпи и скатилась вниз. Она добавила, что 16 апреля яму огородили лентой. Но утром рабочие обнаружили, что она оборвана. После чего натянули новую. После публикации новости в средствах массовой информации, следственный комитет начал проверку. По факту получения несовершеннолетней резанки травм при падении в двухметровую яму, которая не была огорожена и освещена, следственным управлением организована и проводится доследственная проверка. Кроме того, следователи изучат вопрос оказания медицинской помощи в детско-областной клинической больнице несовершеннолетней после получения ею травм. По результатам процессуальной проверки будет принято законное и обоснованное решение. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.